Здравствуйте! Вы смотрите очередной выпуск передачи «Главная тема» в студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Иванов. Главная тема программы, в которой ни один вопрос не остается без ответа. Андрей Робертович, здравствуйте! И если можно, несколько вступительных слов нашим телезрителям. Здравствуйте, Петр. Добрый вечер, уважаемые наши телезрители, зрители района. Мы не встречались уже порядка двух месяцев. Я, честно говоря, соскучился по прямым эфирам, готов отвечать на ваши вопросы, отчитываться о том, что было сделано. Мы поставили в график именно паузу в два месяца, только потому, что был большой отчет главы. Я выступал с отчетом за 2016 год в нашем волейбольном центре. Думаю, что многие услышали, увидели, была прямая трансляция, увидели то, что я и моя команда смогли сделать в прошлом году, в 2016, и те планы, которые мы поставили на этот 2017 год. И уже активной реализацией этих планов мы занимаемся. Вот мы в студии, вот мы опять в эфире, готов к работе. И давайте начнем. Действительно, вопросов достаточно много, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире, а это значит, что вы можете звонить и задавать ваши вопросы главе района. Номера телефонов видны на экранах телевизоров. На линии находятся операторы, которые примут и обработают все ваши обращения. На часть звонков мы постараемся обязательно ответить прямо в студии во время эфира. Но если вы вдруг не смогли задать вопрос Андрею Иванову лично, не расстраивайтесь. Вся поступившая информация будет передана в администрацию района для принятия конкретных мер. Так что звоните, спрашивайте и сообщайте о проблемах. Ну что ж, Андрей Робертович, начнем эфир с вопроса о ситуации в деревне Сивково. Вы дали ряд поручений, там была серьезная, достаточная ситуация складывалась в январе по электроснабжению. И вы дали поручения, касающиеся как благоустройства этого населенного пункта, так и его электрификации. Что в итоге было сделано и насколько, на ваш взгляд, полно сегодня исполнено ваше поручение? Да, Петр, действительно, мы были в Сивково в середине января. И выезжая на место, мы на самом деле увидели, что жители попали в настоящий коммунальный коллапс. Все это произошло не по вине муниципальных властей, районных властей. Это было последствия расформирования той воинской части, которая стояла в населенном пункте. И все коммуникации пришли по большому счету в негодность. Те линии электропередач, столбы, которые находились в Сивково, они уже не справлялись с той нагрузкой, потому что жителям приходилось в зимний период подключать и свои обогреватели на те электрические сети, которые были. В итоге, из-за того, что сети не справились, где-то сгорели, где-то пришли в целом в негодность, жители остались и без электричества, и без тепла. И это, собственно, и побудило их выйти на вот такую акцию. Был репортаж по телевизионным каналам, и мы быстро среагировали, приехали на место. За этот период нам удалось заменить 40 опор, 40 столбов. Мы поменяли электропередачу, все линии электропередач. Передали те сети, которые находились в СНТ, передали в Мособолэнерго. И теперь все наши жители Сивково могут спокойно заключать договора с Мособолэнергосбытом и потреблять ту мощность, которая им необходима и для обогрева, и для тех электроприборов, которые у них работают. Когда мы проводили встречу, жители попросили меня сделать знак, сквозной проезд запрещен, чтобы с Минского шоссе через этот населенный пункт не проходил транзитный транспорт. Знак мы установили. Также встал вопрос довольно остро маршрутки, которая в основном перевозила детей в школы, Голицына и других населенных пунктов. Также маршрут этот был восстановлен, и детей сейчас можно перевозить по совершенно льготным тарифам. Эту работу мы тоже провели в довольно короткие сроки. Дети в школу попадали уже по нормальному маршруту. Вот так мы справились с задачей. Дальше мы присвоили адрес населенного пункта, которого тоже не было, и жители не имели адресов ни в прописке, ни в корреспонденции. Активно включились наши электросети, Мособлэнерго, местная власть, поселение Голицына. Все вот такой дружной команды, я считаю, справились с задачей и привели ситуацию к тем нормативам, которые работают в Подмосковье. Причем, подчеркну, это была не наша вина, не наши были сети, не наша была территория. Все это связано с военными базами, с военными городками. Но мы своих жителей не бросаем. И в любой ситуации найдем, я уверен, выход привести все к стандартам и повысить качество жизни. Я думаю, что телезрители, когда шло видеосопровождение, у нас буквально там день-два назад побывала съемочная группа, и там действительно очень хорошо видно было на видео, которое мы сейчас показывали, что рядом появились свежие бетонные опоры, и действительно все там выглядит очень прочно, надежно и качественно. Ну и продолжить тему благоустройства, хотелось бы видео вопросам от наших телезрителей. Огромное количество вопросов касается состояния дорог. И первый вопрос, он тоже, первый видео вопрос от нашего телезрителя, он тоже, об этом я предлагаю, внимание на экран. Уважаемый Андрей Робертович, обращается к вам местный житель Китай-гора Игорь Георгиевич. И в лице моем все жители деревни Мамонова с просьбой принять меры к ремонту дорог. Люди, особенно в вечернее, утреннее время, идут от станции Баковка до Можайского шоссе, мимо Луж и Ям. Машины едут, люди вынуждены от них шарахаться аж к заборам. Дорога эта не освещена, прошу вас принять меры к этому и как-то исправить это положение. Ну действительно на видео видно, дорога видна очень плохого качества, и действительно она узкая. И понятно, что вопрос вполне понятен. Да, вопрос действительно актуальный, проблема нам известна. И станция Баковка, и прилегающая к ней территория давно вызывает нашу обеспокоенность. Мы неоднократно обращались в РЖД для того, чтобы они произвели необходимую ремонтную работу, реконструкцию станции, сделали освещение необходимое. Сейчас как раз проходит реконструкция, и это еще и усугубляет ситуацию, потому что грузовые машины растаскивают грязь, разбивают дорогу. Используют как подъездную, тоже колхозную. Совершенно верно, используют улицу колхозную как подъезд к объекту, к тем ремонтным работам, которые они проводят. Мы, как я уже сказал, неоднократно обращались, и сейчас пытаемся повлиять на российские железные дороги, хотя бы чтобы привели в порядок строительную площадку. Согласовали с нами маршруты движения, этого тоже не было сделано. Даже не смогли они установить щит, на котором информация доступна для жителей, когда начинаются работы, кто подрядчик и когда они закончатся. Я хочу в прямом эфире призвать наших жителей к некому терпению. Надеюсь, что эти сложности временные. И в ближайшее время компания РЖД закончит реконструкцию платформы Баковка и ближайшей территории. Мы из этой проблемы выберемся. Но сегодня после эфира буквально поручу главе города, потому что эта территория входит в состав городского поселения Одинцова, Сану Абертовичу выехать до конца недели на место, заактировать все проблемы с ямами, с дорогами, с освещением, с самой статусом. Разобраться, в каком статусе сейчас проходит реконструкция, сколько осталось времени на окончание этих работ. И найти все-таки формулу взаимодействия с железной дорогой, для того, чтобы этих проблем и не было, и они не возникали впредь. И ситуацию надо стабилизировать. Я согласен совершенно с заявителем. Так быть не должно. Но ведь РЖД, всем известно, это государство в государстве, с которым воевать, скажем, на уровне района муниципального достаточно сложно, если вообще возможно. Да, но в данном случае я не призываю к войне. Я все-таки уверен, что мы найдем какой-то общий язык. Просто нужно поднимать давление выше, зажигать, что называется, красную лампочку. Или с помощью правительства, или найдем все-таки ответственных людей в РЖД, которые курируют эту стройку, реконструкцию. Опять же, повторяю, глава города должен найти эту формулу взаимодействия с Московской железной дорогой, в частности, и заняться плотно реконструкцией вместе с ними. Андрей Робертович, есть у нас телефонный звонок. Звонки уже начали поступать. Я предлагаю ответить и затем уже продолжать наш эфир. Здравствуйте. Вы в эфире. Представляйтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Здравствуйте. Меня зовут Елена. Вопрос у меня... Добрый вечер. В СМИ, добрый вечер. В СМИ и социальных сетях писали о том, что частные дома в часах вдоль Можайского шоссе оказались затоплены после таяния снега. Люди просили о помощи. Там вывешивали простыни с просьбой, чтобы помочь им. Вот такой вопрос. Как вообще разрешилась ситуация? Ведь любой дом вдоль Можайского шоссе может оказаться в подобной ситуации. Просто сама тут проживаю по Можайскому шоссе. И, конечно, вот хотелось бы узнать, как вообще решился этот вопрос. Спасибо. Спасибо, Елена, за вопрос. Тоже знаю об этой проблеме, так как приходили жалобы и на мою почту, и в систему Добродел. Действительно, когда начался весенний паводок, был затоплен частный сектор с тех полей, которые принадлежат Тепетельнской птицефабрике. Это часовское поселение. Мы обратились в компанию Мосавтодор, собственнику дороги, и вместе с нашими коммунальщиками они прочистили дренажную трубу. Соответственно, уровень воды значительно снизился в частном секторе. До последнего снегопада, так скажем, за последние сутки мы видели, что эта проблема решена. Надеюсь, что эта дренажная система позволит справиться с паводком и после снега, который выпал в последние сутки. В любом случае, глава поселения Петр Михайлович Новиков в Чесцах держит ситуацию на контроле. Мне об этом регулярно сообщают. Думаю, что мы этот паводок пройдем без осложнений и затопления такого не будет. Всем собственникам дорог от меня были разослены письма с требованием прочистить все ливневку, все дренажные трубы, каналы, все стоки. Потому что после зимы, после обильного снега и всякого мусора, который оказался в этих системах коммуникации, конечно, мы можем получить такие же проблемы и в других территориях. Мне регулярно отчитываются дорожники о том, что эта работа проходит и таких сложных ситуаций больше не было выявлено. Все все-таки вовремя прочистили систему ливневой канализации. По часам держим на контроле. Спасибо за звонок. Думаю, что все будет в порядке. Ну что ж, и в продолжение темы дорог. Вот еще один у нас есть видео вопрос. Ну, что говорится, весна в этом году вообще убивает просто асфальт. Во многих местах, где он до этого был нормальным, да, и, казалось бы, несколько весен он пережил, появляются ямы. Ну, то есть, обращений очень много касающихся дорог. И вот еще одно видеообращение, оно у нас тоже дорожное. И я предлагаю еще один видео вопрос, на сей раз из Немчиновки послушать. Уважаемый Андрей Робертович, вы были с визитом в Немчиновке, проинспектировали в том числе здешние дороги и дали свои поручения. За моей спиной одна из самых многострадальных улиц в селе Немчиновка, улица Московская. Мы хотели бы знать, когда начнутся работы по улучшению дорожного покрытия в Немчиновке. Ну что ж, да, Немчиновка, действительно, мы на этой Московской побывали. Катило нас пару раз из глубоких ям. Вот что можно сказать о сроках исполнения? Да, вы знаете, в Немчиновку мы выезжали, и там проблемы наделятся на несколько таких ключевых точек. Первая, это дорога от МКАДа до улицы Московской, где мы как раз и видели, где нас окатило водой с вами. Эта дорога принадлежит частнику техцентра Кунцуо, который, собственно, и должен содержать, ремонтировать это дорожное полотно. Мы несколько раз обращались к техцентру Кунцуо о том, чтобы нам передали это дорожное покрытие, и мы уже, как муниципальную дорогу, ее бы обслуживали. Поставили на баланс? Поставили на баланс городской, по всей Одинцовой, цивилизованно обслуживали, так же, как и остальные улицы. Но частник отказался. Я знаю, что ремонтные работы были проведены им за собственные средства. Ямочный ремонт произведен. Сейчас они разрабатывают проект более глобального ремонта, реконструкции этой дороги. Но начнут они эти работы, как только наш торговый центр «Крокус», который перекрыл сейчас съезд на МКАД, из-за чего тоже пробка появилась в Немчиновке, закончит строительство подвездного кольца на этом съезде. Но, по сути дела, как только они откроют съезд на МКАД, соответственно, техцентр «Кунцево» начнет реконструкцию в своей части полотна. Улица Московская у нас стоит в этом году в ремонт. Довольно приличные деньги мы планируем на ремонт всей улицы Московской. К этим работам мы приступим в летний сезон, начиная с июня месяца и закончим до конца лета. В целом, хочу сказать, что по 2017 году у нас 12 участков планируется к масштабным ремонтам и реконструкциям. В Одинцово, Голицыно, Веземах, в частности, в Немчиновке. И сейчас все наши жители, и не только Немчиновки, но и всего Одинцовского района, могут успешно контролировать вместе с нами и ремонт дорог, и ямочный ремонт, и содержание через портал «Дороги Подмосковья». Я призываю всех наших жителей, активных, инициативных людей, зарегистрироваться на этом портале вместе с нами, смотреть фотофиксацию того, что подрядные компании выполняют ежедневно. Подключаться к контролю, давать свои комментарии, давать оценку, сделано, не сделано, сделано хорошо или плохо. Тем самым мы дополнительно вместе с жителями будем повышать, так скажем, уровень и качество работы, и сами сроки контролировать. Очень удобная система, можно спокойно загрузить ее в смартфон, и зарегистрироваться там, и получать свежую достоверную информацию. Это касается и содержания, в том числе и уборки мусора. Каждая уборочная машина, когда выезжает на маршрут, первое, что она делает, фиксирует маршрут и состояние дороги в начале работ, и потом отчитывается фотофиксация по окончанию своего рейса, по окончанию тех уборочных работ, которые стояли в плане. Все это будет в системе дороги Подмосковья. Также считаю, что нужно активно пользоваться и системой Добродел. Мы получаем все жалобы, ни одна жалоба не остается без внимания, везде жесткий контроль за исполнением. Там же можно оставлять свои предложения, какие-то креативные идеи о том, как улучшить жизнь в Одинцовском районе и повысить качество системы жилищно-коммунального хозяйства в том числе. Ну и хотелось бы вернуться к событиям середины марта, окончания второй декады. Прошу прокомментировать у вас те мероприятия, которые прошли у нас в районе в честь трехлетия присоединения Крыма, потому что я помню прекрасно, какой это был ажиотаж у нас в том числе в районе три года назад, когда только это событие случилось. Но сейчас, кажется, по прошествии трех лет люди все равно по-прежнему считают это событие очень важным и с большим воодушевлением его отмечают. У нас был с визитом глава администрации города Евпатория, возможно, и здесь какое-то сотрудничество намечается. Вот если можно, в нескольких словах именно об этом моменте марта. Да, очень для нас радостное было событие. Действительно, я помню и сам те митинги, когда происходило присоединение Крыма к Российской Федерации. Мы с вами были живыми участниками исторического события, которое попадет и в учебники, и в книги по истории. Была совершенно необычная атмосфера патриотизма, радости за то, что Крым вернулся в состав нашей страны. Прошло три года, и мы постарались сделать этот день, день присоединения, настоящим народным гулянием. Такой запрос был снизу. Это не какая-то установка власти или каких-то вышестоящих органов, которые нам ее спустили вниз. Мы действительно получили такой запрос от наших жителей. Давайте проведем ярмарку, давайте сделаем народное гуляние, давайте кто-то выступит на сцене, пусть будет обязательно развлекательная программа для детей, театральные какие-то представления. Также подошли наши молодежи, инициативные наши спортсмены, которые захотели сдавать в этот день ГТО. Мы для них развернули настоящий комплекс ГТО, где все желающие смогли сдать эти нормативы. Пригласили нашего популярного артиста, настоящего патриота нашей страны Дениса Майданова, который выступил с сольным большим концертом, чем доставил массу позитивных, положительных эмоций. Все, кто собрался в этот день на площади. Мы в нашем волейбольном дворце провели турнир, игру волейбола между командой Заречья, женской командой по волейболу, и команда из Крыма, женская команда также играла. На этот матч приехал губернатор Подмосковья Андреевич Воробьев, который поприветствовал всех жителей с этим знаменательным событием, с праздником, и дал старт самой игре. Интересная игра тоже получилась. Наши девчонки, конечно, выглядели более профессиональными, но потом команды мы смиксовали, и получилась очень интересная, зрелищная игра. Также действительно к нам приехал глава администрации вместе с девчатами волейболистами, глава администрации города Евпатория. Мы помимо праздничных наших событий смогли провести ряд рабочих встреч, обсудили программу взаимодействия, обмена. И мы, я надеюсь, в этом году отправим наших детей в пансионаты, в детские лагеря и Крыма, и конкретно Евпатория. Проговорили по программе культурного обмена, всевозможные акции, мероприятия, выставки. У нас одна из выставок была в тот день, называлась она «Крымская весна». Это фотографии в самый момент объединения, фотографии тех людей, которые стояли, голосовали, референдума, митингов, все то, что проходило в те дни в самом Крыму. И такие выставки мы планируем проводить и дальше. На самой ярмарке мы разместили также много павильонов с товарами из Крыма. Это направление по товарообмену также обсудили с Евпаторией и планируем еще больше расширять эту палитру товаров, которые можно привозить к нам. Мы поделились и готовы делиться дальше своим опытом по проведению конкурсных процедур, торгов, по строительству спортивных объектов. Мы вместе с Андреем Филуном, кто является главой Евпатории, заехали, посмотрели волейбольный дворец, ледовый дворец. Мы были в нашем ФОКе, который открылся недавно на Можайском шоссе. Дело в том, что в Крыму и Евпатории острая нехватка спортивных объектов и образовательных. По всем этим направлениям мы готовы проводить и мастер-классы, и выезжать на место, и рекомендовать строительные компании, которые в белом списке в Подмосковье, так, чтобы быстрее и быстрее Крым подтянулся под наши российские стандарты и обеспечил достойное качество жизни на территории. То есть это действительно взаимовыгодное сотрудничество? Есть интерес у нас в них, у них в нас? Да, это действительно взаимовыгодное сотрудничество, еще вот с такой патриотической окраской. У нас есть телефонный звонок, и я предлагаю ответить нашему телезрителю, а потом уйти на блок социальной рекламы традиционной. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, и задавайте ваш вопрос главе. Добрый вечер, меня зовут Евгения. Андрей Робертович, подскажите, пожалуйста, школа в лесном городке будет муниципальной? Вы обещали, что открытие состоится 1 апреля. Скажите, сроки сохраняются или срок будет перенесен? Спасибо, Евгения. Да, Евгения, спасибо. Не побоюсь этого слова, не проходит и дня без того, чтобы мы не обсуждали проблему со школой в лесном городке. Мне уже стыдно за те сроки, которые я неоднократно озвучивал. Они привязывались к тем гарантиям и обещаниям, которые давала компания Трест Мособол строй номер 6, Самохин Сергей Иванович. Уже неоднократно срывал сроки. И мной было принято решение, мы забрали объект в том состоянии, в котором он находился, оформляем ему муниципальную собственность и дальше достраиваем и устраняем все недостатки уже собственными силами. Мы уже начали эту работу. Подрядчиков и компании Самохина уже на объекте нет. Мы выставили уже другую совершенно организацию. Порядка 50 рабочих уже на объекте. Принимаем ту техническую документацию, которую необходимо изучить, проанализировать и быстро доделать все то, с чем не справился предыдущий застройщик-инвестор. Буквально завтра я туда выезжаю с проверкой, с комиссией. Около 11 часов мы будем на месте всех инициативных жителей лесного городка, которых беспокоит судьба школы. Я приглашаю на это мероприятие. Будут уже ответственные люди совершенно новой строительной организации, добросовестной, хорошо себя зарекомендовавшей здесь в районе. И по тому перечню уже вскрывшихся проблем, которые от нас скрывал предыдущий застройщик, думаю, что нам до конца июня придется этими работами заниматься. Завтра мы покажем график того, что необходимо будет сделать в ближайшие месяцы и познакомим вас с ответственными людьми и с новой компанией, которая уже, подчеркиваю, уже на объекте. Вот такая, к сожалению, проблема у нас с лесного городской школой. Мы зависели долгое время от инвестора, который нас подводил, подводит и сейчас, и не только по лесного городской школе, но и по другим уже проблемным объектам. Я говорю сейчас об Изумрудной долине, и многие, кто сейчас смотрят наш прямой эфир, я уверен, звонят в студию и задают вопросы, а что же с Изумрудной долиной, если с лесного городской школой вы там нашли решение. То здесь, как вы знаете, на этой неделе было возбуждено уголовное дело, 159-й статье. Это мошенничество, пока по факту выведены денежные средства со строительного объекта. То есть, объект повторяет судьбу высоких жаловников? Объект повторяет судьбу западных ворот столицы, гусарской баллады и высоких жаловников. По всем этим объектам возбуждены уголовные дела, есть уже арестованные фигуранты, и довольно активно проводится эта работа силовым нашим блоком, за что отдельное слово благодарности. И УВД, и прокуратуре, потому что, конечно, такие деяния нельзя оставлять безнаказанными. Поэтому, что касалось школы, я сказал, если будут вопросы по Изумрудной долине, то мы там в дальнейшем ответим. Ну что ж, я думаю, что сейчас, наверное, речь о каких-то сроках не идет, потому что сначала, как вы сказали, если существуют какие-то скрытые дефекты, которые застройщикам утаивались, вероятно, это только после проведения неких экспертных мероприятий можно сказать. То есть, сказать, например, сегодня, что 1 сентября школа сможет принять ребят, еще нельзя, да? Нет, мы провели, вот силами уже привлеченной организации, провели предварительный анализ, так как компания уже 10 дней на объекте, многое уже вскрылось. Основное, я бы сказал, связанное с колоннами, с определенными недочетами и переделками по пожарной безопасности. В целом, объем работ понятен. Уже с довольно большой уверенностью, исходя из тех графиков, которые мне предоставляет новая компания, а не верить этой компании нет никакого смысла, они везде выполняли свои обязательства. Думаю, что к июлю месяца мы с объекта выйдем. Что касается мебели и оборудования, то все в графике, много мебели уже на объекте, все остальное со склада привезем к моменту готовности строительной. Здесь провала не будет, нашу часть мы сделали, как и положено было, вовремя и согласно тем муниципальным контрактам, которые были расторгованы. Ну что ж, мы прерываемся на блок социальной рекламы, а затем вернемся в студию и продолжим с вопроса, который, кстати, тоже касается сферы образования. Итак, социальная реклама. Здравствуйте, в эфире программа «Главная тема» в студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Робертович Иванов. Главная тема программа, в которой ни один ваш вопрос не остается без ответа. Ну что ж, Андрей Робертович, как и обещал, вопрос об образовании, точнее об одном из образовательных учреждений, которые сейчас активно строятся в Барвихе. На Барвихе это лицей или гимназия в разных источниках, он называется по-разному, имени Евгения Максимовича Примакова. Министр образования Московской области анонсировал открытие этого образовательного учреждения для одаренных детей. Понятно, что проект этот федеральный, но тем не менее наши телезрители достаточно много вопросов задали о том, смогут ли дети, одаренные из Одинцовского района, а таких, конечно, немало, у нас Одинцовский район славен одаренными детьми, смогут ли они получать образование в этом учреждении учебном, которое еще до открытия уже получило статус элитарного и так далее. Все эпитеты к нему уже применяются. Вот что можно сказать о его будущем именно в части обучения наших детей? Первое, что я бы хотел сказать про наш уникальный действительно образовательный центр, который мы строим в Барвихенском поселении, но место расположения это деревня Раздора. Это детский сад и школа, объединенные одной территорией, объединенные одним зданием. Строительная готовность. Детский сад мы готовы ввести в эксплуатацию уже будем в конце мая. То есть 31 мая мы закончим строительную работу на этом объекте. И в конце июня, начало июля мы сдаем школу. Все идет по графику. Еженедельно проводятся совещания, штабы на строительной площадке. Мы контролируем и качество выполнения работы, и сроки. Что касается самоучебного заведения, как оно будет работать с 1 сентября. Было принято в правительстве решение о создании автономной некоммерческой общеобразовательной организации. Действительно она называется гимназия имени Евгения Максимовича Примакова. И согласие на это и есть, на это название приезжала в прошлую субботу супруга, вдова Евгения Максимовича, Ирина Борисовна Примакова, которой мы показали наш объект, которая осталась очень довольна, впечатлена, я бы сказал, потому что он действительно уникальный. И по качеству тех работ, которые там проходят, и по компоновке зданий, и по наличию инфраструктуры. У нас и бассейны в детском саду, и в самой школе, и спортивные залы для разных видов спорта, и огромная территория, и так далее, и так далее. Действительно уникальный объект, который мы планируем в этом году уже наполнять нашими детишками. Что касается философии, то акцент на творческом развитии, на индивидуальном подходе каждому ребенку, учитывая его особенности характера, потребности образовательные, учитывая психологию каждого ребенка, действительно будет проходить тестирование, и дети, которые пройдут этот тест, они, соответственно, могут попасть в нашу гимназию. Но основное все-таки это мотивация, чтобы каждый ребенок был мотивирован на обучение. Мы будем уделять особое внимание патриотическому воспитанию, развитию творческих дисциплин. Конечно, в современном мире невозможно без языков. Углубленное изучение языков, как минимум двух. Также будут преподаваться предметы и носителями языка на иностранных языках. И не только предметы, связанные с языками, но и все остальные, вообще образовательные. Будет и такой вектор развития. Что касается современного мира, то обязательно будут применяться новые интересные науки, такие как робототехника, программирование. У нас действительно уникальная система. Даже в школе планируется создание некого каворкинг-центра, где старшеклассники смогут заниматься изысканиями какой-то исследовательской деятельностью, проектной деятельностью. А можно сказать, что этот проект будет стремиться стать, например, похожим чем-то на Всероссийский известный образовательный центр «Сириус» в Сочи? Да, концепция очень похожа. И так же, как в «Сириусе», она все-таки привязана к развитию индивидуальных способностей в каждом ребенке. И исходя из той генетики, которая заложена в детях, очень похожа. И там тоже творческая направленность в «Сириусе». И система наставничества здесь тоже будет подразумеваться. Поэтому, заканчивая на каворкинге, я считаю, что это тоже некая ноу-хау, инновации. И эти инновации будут появляться в учебном процессе постоянно. Мы создадим очень комфортную семейную обстановку. И уверен, что детям будет каждый день хотеться утром встать и поехать в школу. Причем не только в первую половину, где общеобразовательные предметы, но также активно будем развивать и дополнительное образование. И связанное со спортом, и с творчеством, и вот с той больше уже научной прикладной деятельностью, которую будем развивать в каворкинг-центре. Вот такая уникальная, как Вы сказали, федерального масштаба программа «Гимназия» появляется в этом году на территории Нельцовского района. Я уверен, что это будет еще одной визитной карточкой нашей территории. А вот что касается, скажем, чемпионатов мира, страна, например, которая их принимает, она всегда, ее сборная участвует независимо от результатов, показанных на предварительном этапе. Мы, можно сказать, предоставлением территории для такого центра. Есть ли какая-то квота для наших одинцовских детей? Или все, поскольку проект федеральный, все на общих основаниях по результатам общего и очень строгого отбора? Или там, скажем, какой-то процент наших ребят будет обязательно учиться? Вы знаете, он федеральный с той точки зрения, что дети со всей страны могут попасть в эту гимназию. Строим же этот образовательный центр мы, Одинцовский район, и дальше содержать будем совместно с правительством Московской области. Это автономная некоммерческая образовательная организация, учреждена и правительством области, и администрацией района. Поэтому и содержание тоже ляжет на наши плечи, и дети будут попадать и с России, и с Московской области, и с Одинцовского района. Просто у детей Одинцовского района есть возможность значительно снизить стоимость обучения. У нас своя квота порядка 10% от общего количества. Поэтому дети и из Барихинского поселения, и из Одинцова, и из других поселений, которым будет удобно добираться до этого центра, которые покажут свои знания, они смогут воспользоваться этой квотой, и для них существенно снизится стоимость обучения. Порядка 3000 рублей в месяц будет стоить обучение для детей по нашей квоте. По уже сложившейся системе подготовки к эфиру, наша редакция и редакция еженедельника Одинцовской недели предварительно принимают вопросы от жителей нашего района. И понятно, что все эти вопросы будут передаваться в администрацию Одинцовского муниципального района, но, тем не менее, некоторые из них я, Андрей Робертович, с вашего разрешения озвучу. Хотелось бы остановиться на них отдельно. Это вопросы, поступившие из Заречья. Первый вопрос, вот я позволю себе процитировать, касается он реконструкции местного стадиона. Сначала вопрос активно обсуждался, говорят жители, которые звонили. А зимой разговоры затихли, ну и задают они вполне понятный вопрос, что же с нашим стадионом, не закончится ли на одних разговорах дело с его реконструкцией? Да, вы знаете, я думаю, что наш стадион в Заречья, можно сказать, это решение по нему выстрадано вместе с жителями. Да, мы встречались в конце прошлого года и столкнулись с тем, что стадион не устраивал наших футболистов, нашу народную лигу, которая на этом стадионе исторически играла. Мы смогли внести изменения в проект, пройти необходимые процедуры, экспертизы. И, собственно, сейчас дождались сезона, когда уже можно эти работы продолжить. И до конца апреля мы закончим строительство данного объекта, данного стадиона. Считаю, что это как раз пример того, как мы смогли оперативно отреагировать на посыл от самих жителей, которые там находятся. И теперь в мае, буквально в мае, уже могут заниматься на стадионе и школьники, и играть в футбол, и сдавать нормы ГТО. И у нас там появилась парковка большая, которая необходима была для самой школы. И также смогут спокойно проводить свои турниры, матчи, тренировки наши футболисты и профессионалы, в том числе, на уже футбольном поле увеличенного размера, до стандартов, и проводить там в том числе какие-то турниры вот этой футбольной народной лиги. Считаю, что мы очень эффективно и конструктивно нашли этот диалог с местными жителями и решили проблему. Поэтому в мае всем тем, кто звонил и интересовался, в мае спокойно можно будет на этом стадионе проводить свое свое время, свободное время и заниматься спортом. Также хочу сказать, что в этом году в Зареченском поселении мы еще планируем провести реконструкцию хоккейной коробки. И в итоге вот этой нашей работы совместно с главой поселения, Юрьевичем Черниченко, который у нас занимает активную позицию по развитию и спорта, и досугов в Зареченском поселении, в этом маленькой территории появятся все необходимые объекты для занятия спортом. Ну и второй вопрос из Заречья, он уже касается культуры, вопрос про дом культуры, точнее про то, что дома культуры там пока нормального нет, а есть только обещание по его открытию. Люди жалуются, что им негде отдыхать и проводить досуг, и интересуются сроками окончания строительства. Ну там есть культурный центр, не знаю, что такое дом культуры, если есть общеизвестный культурный центр. Мы в прошлом году начали первый этап реконструкции, смогли привести в порядок фасад, отремонтировать большое количество помещений. В результате этой работы у нас появилось новых 7 кружков и секций. Мы посчитали, посещение на сегодняшний день увеличилось в полтора раза, благодаря вот этому первому этапу реконструкции. В этом году продолжаем эту работу, собираемся перезагрузить нашу библиотеку, согласно той программе, которая работает в Подмосковье, когда библиотеки становятся центром притяжения для молодежи, появляется интернет, интернет-кафе, появляется масса активностей, возможности проводить семинары, всевозможные лекции и так далее, и так далее. Мы обеспечиваем в этом году элементами доступной среды весь наш культурный центр в Заречье, для того, чтобы люди с ограниченными возможностями также безбарьерно могли попадать в этот центр и заниматься спортом. Планируем также дополнительные секции, в том числе и бассейны, и будем продолжать эту работу, и закончим ее, скорее всего, в 2018 году. Это будет третий этап, уже связанный с бассейном и спортивными объектами внутри. Ну что ж, и вот, что касается вопрос, который перетек из январского нашего эфира, достаточно большое количество людей позвонили и сказали, что с закупкой детского питания, по слухам, опять какие-то есть проблемы. И люди спрашивают, когда же это закончится, и некоторые пишут, что нечем кормить ребенка. Вот такой вопрос. Да, действительно, актуальная проблема. С грустью в голосе об этом говорю. Мне приходится констатировать этот факт, что проблема действительно есть. По нескольким территориям Московской области, по-моему, около пяти территорий, попали под какой-то прессинг федеральной антимонопольной службы. Уже не первые наши торги по детскому питанию блокируют федеральная антимонопольная служба, оспаривают наши конкурсы и выдают предписание проводить новое. Но детское питание мы без контроля и наше участие не оставим. Я всем тем жителям, которые вынуждаются в детском питании, нашим молодым мамам, хочу объявить, что с понедельника мы начнем выдачу этого питания. Буквально в пятницу мы на сайте нашей администрации 1.ru разместим все точки, где такое питание будут выдавать. Причем те обещания, которые мы давали, компенсации тех месяцев, когда мы не смогли этого делать, они все в силе. И всем, кто не получил, мы будем выдавать дополнительное питание за январь и за февраль. Но с понедельника эту работу начнем, и дальше уже будем параллельно отрабатывать и с антимонопольной службой, и писать жалобы, и ругаться, и отстаивать наши позиции, и проводить конкурсные процедуры. Но с понедельника выдачу откроем. А вот что касается такого повышенного интереса, как Вы сказали, к некоторым муниципалитетам Подмосковья со стороны ФАС, Федеральной антимонопольной службы, вроде серьезная крупная структура, но тем не менее это объективные или субъективные причины такого интереса? То есть вроде как казалось бы... Вы знаете, если бы мы делали что-то по-новому, если бы мы никогда не занимались детским питанием, и вдруг решили им заняться, если бы значительно изменилось законодательство или правило, что называется, игры... На 16-м году уже не было таких. Все то же самое. Просто появилась какая-то компания, которая постоянно пишет жалобы, одна и та же. Мы их видим на этих комиссиях, которые потом проводят разбирательство. Довольно активно себя ведут и взаимодействуют с ФАСом. Все эти жалобщики, которые нам мешают проводить конкурсы. Я не готов сейчас кого-то обвинять или вешать ярлыки, но, честно говоря, все это очень настораживает. Мы не делаем ничего такого, чтобы не попадало в тот формат, который работал успешно раньше. Но сегодня почему-то все торги наши обжалуются одними и теми же лицами. Ну что ж, будем надеяться, что озвученный вами перечень мер, которые будет администрация применять, приведет к нужному результату и, наконец-то, дети получат детское питание. Однозначно. В установленном законе мы будем выдавать питание. У нас есть телефонный звонок. Оператор готов вывести его в студию. Я предлагаю ответить нашему телезрителю. Здравствуйте. Задавайте ваш вопрос. Представьтесь и задавайте ваш вопрос главе района. Меня зовут Екатерина. Уважаемый Андрей Робертович, я жительница города Одинцова. Знаю, что недавно у нас в городе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс. Так вот, я хотела бы его посещать в выходные дни. Скажите, пожалуйста, сколько будут стоить в нем занятия? Спасибо. Спасибо за вопрос, Екатерина. Да, Екатерина, добрый вечер. Спасибо за вопрос. Мы уже сегодня касались этого физкультурно-оздоровительного комплекса. Туда, куда мы ездили вместе с главой Евпатуре и показывали то, как мы умеем строить и какое у нас покрытие, как мы трансформируем зал на несколько площадок, что у нас с гимнастическим залом. Комплекс муниципальный, и он прежде всего социальный. Это социальный объект, в котором будут заниматься наши школьники близлежащих территорий, проводить там занятия физкультуры. Три нашей школы будут активно пользоваться этим спортивным комплексом. В обеденное время, в дневное время в комплексе будут заниматься дети из наших детско-юношеских спортивных школ, наши муниципальные команды. И только вечером после 20-30, когда уже занятия детям, когда уже по закону невозможно заниматься детям, мы будем давать возможность для коммерческих уснув. И в этом ничего плохого нет. Мы все-таки комплекс должны какую-то копеечку зарабатывать, чтобы себя содержать и вовремя проводить какие-то ремонтные работы и докупать инвентарь. Поэтому коммерческая составляющая будет, по-моему, полтора часа зала для игры в волейбол, для команды будет стоить около 3720 рублей. То есть если в пересчете на человека, это около 200 рублей с человека. Совершенно разумная цена. Гимнастический зал тоже будет использоваться под кружки, секции, в том числе под платные услуги. Всю эту информацию можно будет получить при входе в ФОК на доске объявлений, на стенде. Будет четкая информация, какие кружки в какое время, в выходные дни или в вечернее время и какая стоимость. Но хочу повторить ту фразу, с которой я начал. Это социальный объект, муниципальный объект для детей из школ, из детских команд, юношеских спортивных школ. Что ж, Андрей Робертович, хочу предложить, что называется, до кучи еще один видеовопрос. Мы сейчас так пошли по вопросам, которые задавали наши телезрители. Он так получилось, что у нас практически все видеовопросы сегодня посвящены теме дорог. Из Баковки на дороге пожаловались, из Номчиновки пожаловались, а вот из Новой Трехгорки еще не жаловались. Но там этот вопрос, он более обширен. Давайте ответим нашей телезрительнице, а затем прервемся на блок анонсов наших передач. Прошу вопрос. Уважаемый Андрей Робертович, на прошлой неделе в Трехгорке столкнулось 8 автомобилей и случился транспортный коллапс. В течение 4 часов жители не могли выехать из района. Мы понимаем, что это, конечно, нештатная ситуация, но все же такое случается. Северный объезд нам обещали построить еще в 2014 году. Хотели бы спросить, когда же наконец-то он будет построен и мы сможем нормально выезжать из нашего микрорайона? Сколько можно ждать нормальных транспортных развязок? Кроме того, в микрорайоне страдает качество дорог. Вы были недавно у нас в районе и видели, что творится с дорогами. До сих пор их не сделали. Проехать по этим дорогам просто невозможно. Скажите, пожалуйста, какие сроки по ремонту дорог вы устанавливаете? Ну что ж, дороги, дороги, опять дороги, но здесь еще и транспортная развязка. Я думаю, что по Трехгорке не только дороги беспокоят наших жителей, тех, кто купил квартиры в свое время у компании СУ-155. И уже многие переехали и заселились в эти дома. Однако компания не достроила объекты социальной инфраструктуры. За СУ-155 мы достраивали детские сады. Сейчас мы будем достраивать поликлинику вместе с другим совершенно инвестором компании «Урбан Групп». ФСК-лидер, которая строит рядом квартал, взяла на себя обязательства по проектированию развязки и выезда на Можайское шоссе по реконструкции улицы Кутузовская, а также по съезду на Северный объезд. Мы это часто довольно обсуждаем с нашими инициативными группами, с жителями Трехгорки, действительно выезжаем на место. Та ситуация, по которой мы приезжали в прошлый раз, авария из-за восьми машин, она скорее внештатная. Но проблема с дорогами, она, конечно, ни одного дня, ни этого, так скажем, сезона появилась с тех пор, как компания обанкротилась и перестала выполнять свои обязательства. Причем эти обязательства не только в Одинцовском районе, а по всей стране, как мы знаем, и Банк Российский Капитал, и инвесторы, как Урбан Групп и другие крупные компании взяли на себя ответственность и теперь достраивают эти объекты вместе с муниципальными властями. У нас, к сожалению, нет миллиардов, которые должна была потратить компания на социальную инфраструктуру, поэтому мы в одночасье, в один год и даже в два и в три все проблемы Трехгорки не решим. Но, тем не менее, что касается нашего взаимодействия с инвесторами, буквально в апреле мы выходим на поликлинику вместе с Урбан Групп, как я уже сказал, и начнется строительство поликлиники и подстанции скорой помощи. В этом году мы с ФСК Линер должны доделать, достроить съезд на северный объезд. Все прекрасно видят, что работы эти в прошлом году были начаты, остановлены из-за ряда проблем с собственником дороги северного объезда по согласованию примыкания и взыманию платы. Мы эти проблемы урегулировали сейчас в стадии окончательных согласований. Как только позволят погодные условия, я думаю, компания продолжит свои работы, и мы в этом году этот съезд получим, и им уже можно будет пользоваться. Многие дороги, которые сейчас в Трёхгорке, они не оформлены в муниципальную собственность, поэтому мы не имеем прямой возможности тратить деньги на ремонт и реконструкцию. Об этом неоднократно мы также отчитывались населению. И тем не менее, конечно, городское поселение, глава города Одинцова, должен был активней этой работой заниматься, и уже эти дороги должны были признаны быть бесхозяйными и поставлены на баланс муниципалитета. Пока работа эта еще до конца не доведена, по некоторым улицам такие заявления были поданы уже в суд. Мы надеемся, что летом будет принято решение, и часть дорог перейдет в собственность городского поселения и встанет в этом году на реконструкцию. Дороги, которые мы смотрели в момент посещения, когда, видимо, записывалось это интервью, они вообще нигде не стоят на учете и на комбалансе. Вообще считаются внутриквартальными временными дорогами, подъездными к строительной площади. То есть по закону денег на них тратить пока нельзя? По закону нельзя. Да и в целом зимой деньги тратить на ремонт дорог тоже нельзя. Есть способ литым асфальтом латать яму, но это такая временная мера. У нас в этот сезон, конечно, была уникальная зима, то тепло, то очень холодно, вода попадала в трещины, и так рвало дороги. Некачественных покрытий и рвало еще больше дороги. Поэтому действительно в этом году вот это количество плохого дорожного полотна, покрытие, оно прям катастрофически большое. Мы ни зимой, ни ранней весной работы по ремонту проводить не можем, поэтому традиционно к середине весны накапливается вот это количество проблемных точек. Но, тем не менее, мы уже начали потихонечку ремонтировать. Многие автолюбители уже с этим сталкивались. Сейчас в связи с потеплением мы уже к этим работам перейдем системно. По треугорке, еще раз вернусь, большое количество проблем, они все тянутся от застройщика. В бюджете миллиардов нет на единовременное решение, быстрое. Поэтому ко всему мы подходим небольшими такими системными шагами, но проблем становится меньше. И то, что я перечислил по развязкам и по съезду, конечно, в этом году мы закончим. Ремонт того, что оформим муниципальную собственность, в этом году тоже произведем. Обязательно эти дороги попадут в график тех программ, которые по Одинцовскому району работают. Ну, я вот, честно говоря, пообщаться мне довелось со многими звонившими. И вот когда люди звонили и говорили, да, вот о том, что необходимо построить поликлинику или необходимо построить школу, я их призывал посмотреть на жителей объектов, которые являются обманутыми дольщиками, которым проблема с поликлиникой, если бы у них была квартира, казалась бы мелочью. Поэтому, действительно, это все опознается в сравнении. И те же проблемы трехгорки для людей, которые живут в собственных квартирах, они действительно, может быть, жителям тех же высоких жаворонков или в Альдомироле покажутся мелкими и незначительными на фоне того, что существует у них. Да, совершенно верно. И хорошо, что вы коснулись этой темы. Давайте ее тоже затронем. На примере гусарской баллады. Да, действительно, было большое количество возмущения, проблем, жалоб от тех жителей, которые попали в ситуацию и стали обманутыми. Действительно, объект был признан проблемным. Компания застройщика обанкротилась, возбуждено также уголовное дело. Собственник и руководитель компании в розыске не находятся в стране и так далее, и так далее. Социальные объекты также не были построены и выполнены. Мы взяли на себя достройку детских садов, три детских садика достроили, и ввели в эксплуатацию. Но там так и не появилось от застройщика школы, и так и не появилась поликлиника. Но в первую очередь мы должны были решить проблему обманутых домщиков. Квартиры. Чтобы люди получили то жилье, за которое заплатили деньги. Многие из этих людей взяли деньги в кредит, в ипотеку, и ипотеку эту оплачивали. Продав жилье. Продав свое жилье. Переехал в какое-то съемное жилье, потому что понимали, что вот-вот появится свое в гусарской балладе. Год за годом жилье не появлялось. Поэтому приоритетной задачей по территории гусарской баллады, конечно, было решение вопроса обманутым дольщикам. Три корпуса уже введены в эксплуатацию. Сейчас, 22 марта, арбитражный суд вынес решение, признал компанию, филированную с МКБ банком, сонатором. Теперь официально появляется компания, которая достроит и оставшиеся корпуса с проблемными дольщиками. Все. Эта работа отформатирована. Есть инвестор, есть компания, есть уже результаты. Люди получают квартиры. Еще там порядка тысячи дольщиков получат эти квартиры в ближайшее время, согласно графику, утвержденному нами, Минстроем и компаниям-сонатором. Но те, которые туда уже заселились, и в том числе уже из той первой части проблемных дольщиков, и те, которые живут, естественно, задают вопрос, а теперь где инфраструктура, а где сады, а где школы, строите поликлинику и так далее. Подходим к этому вопросу. Также пытаемся изыскать денежные средства и просим и у правительства Московской области. Но нет земли. Нет земельных участков, на которых можно построить эти объекты. То, где планировал ЖУК, всем известная Вадим Александрович, компания «Алиутстрой», «Гусарская баллада», «Жилищный капитал». Все то, что они планировали построить и показывали жителям, как красивую картинку, город-сад, город-рай. Оказалось, земля не принадлежит ни району, ни жилищному капиталу, ни ЖУКу. Она оказалась землей Российской Федерации. Сейчас я уже провел две встречи с Росимуществом, непосредственно к руководителю ездил, провел совещание с Престанском, Дмитрием Владимировичем, о том, что под социальными объектами нам обязательно нужно эти земли передавать. Запустили этот механизм. Сейчас согласовываем правовую процедуру, как это возможно сделать, для того, чтобы в итоге все-таки на землях Российской Федерации появились объекты социального назначения. Но это опять не за один день, не за месяц. Это сложная процедура передачи земли, потом проектирование. Если это будут муниципальные деньги, все конкурсные процедуры нужно отыграть, найти подрядчик, который построит, и в итоге строительство. При всем этом я каждый день получаю большое количество негатива и в социальных сетях. Вот дайте школу, построите. А ведь «Гусанская баллада» выглядит благополучнее, чем, скажем, тот же Вальдемироль. Да. Социальные проблемы. Да, однозначно благополучнее. И дома нормального качества, и рядом с городом Одинцово есть инфраструктура, которой можно воспользоваться в шаговой доступности. В Лесном городке, если закончим школу, туда можно будет детям ходить. Она все-таки на 1100 мест, есть определенный запас. И в целом я уже хотел коснуться негатива, который там каждый день сыпется как снег на голову. О том, что куда смотрит Иванов, почему он не строит Иванова, в отставку и так далее. То есть все те проблемы, которые были связаны с застройщиками, они все прилипли к местной власти, где мы никакого отношения к этим обязательствам не имели. Что вот так устроена жизнь, вот так мыслит наше население. Что касается Вальдемироля, то мы, как и обещали, подобрали вместе с Минстроем нового инвестора, компания Су-22, которая готова выйти на строительство, взять на подряд ту же компанию ГВСУ-Центр. И, насколько я знаю, уже 30-31 марта появятся первые рабочие, появится строительный городок, начнут разворачивать технику. Все идет согласно тому графику, который мы обозначили на площадке. По этой застройке мы также планируем вместе с Московской областью взять на себя строительство социальных объектов, потому что иначе компания инвестора не сможет выполнить те обязательства, которые озвучила перед жителями, достроить жилые дома. И мы активно помогаем по оптимизации затрат на технические условия. Это касается и газа, и канализации, и заборных узлов. В ближайшее время проведем очередное совещание вместе с застройщикам, и по возможности оптимизируем эти затраты. Тоже возбуждено уголовное дело, также директор компании находится под арестом, опять какие-то мошеннические схемы, опять невыполненные обязательства, но крайне за все это получается власть Одинцовского района, как ни странно. Вот такая картина по всем нашим проблемным объектам. Я думаю, что вряд ли кто-нибудь возьмется подсчитать, но мне кажется, если взять все обязательства, не выполненные застройщиками, то счет идет на десятки миллиардов. Это действительно на десятки миллиардов. И эта цифра, она сопоставима не то, что с бюджетом Одинцовского района, а уже даже на региональном уровне ее так просто не вытащишь. Даже если бы губернатор завтра решил начать заниматься только проблемами Одинцовского района, все равно таких средств бы в одночасье бы не появилось даже у региона. То есть это все равно требует времени. Требует времени, однозначно. Ну что ж, мы прерываемся на блок телеанонсов, а потом вернемся в студию и продолжим общение с главой Одинцовского района Андреем Ивановым. Вы смотрите передачу «Главная тема». В студии глава Одинцовского муниципального района Андрей Робертович Иванов. Главная тема – это передача, в которой ни один ваш вопрос не остается без ответа. Мы продолжаем наш эфир. Андрей Робертович, ну буквально вот через день завершается прием заявок в общественную палату Одинцовского района, происходит некая перезагрузка плановая. А вот после перезагрузки 2014 года прошло уже, ну три года еще не прошло, но уже больше двух. Как вы оцениваете работу общественной палаты после вот той перезагрузки 2014 года? Почему спрашиваю? Потому что существует устойчивое мнение, что чем меньше вот эта сцепка общественной палаты, скажем, с администрацией, тем эффективнее работают общественники. Как вообще здесь вот удается ли сохранять баланс интересов, с одной стороны, интересов общественности, которые представляются, с другой стороны, понятно, что и администрация от взаимодействия с общественностью должна получать какую-то поддержку, какую-то помощь в работе. Фёдор, ну я, во-первых, хочу сказать, что бытует мнение, и оно совершенно ошибочно, о том, что общественная палата в своей деятельности все согласовывает с администрацией. Обслуживает интересную администрацию. Обслуживает администрацию, подыгрывает администрации, но все совершенно не так. Они с нами ничего не согласовывают, живут по собственной программе. Мы действительно взаимодействуем довольно часто и получаем довольно много критики в адрес чиновников. Наши чиновники за счёт общественников и активистов постоянно в тонусе. Многие из них не спят ночами спокойно, потому что всё-таки общественная палата – это такой посредник, я бы сказал, мостик между общественностью, жителями и чиновниками, и властью. И всё, что делает общественная палата, это не какие-то огульные заявления, какой-то пустой звон, митинги с красными флагами, и ещё какие-то громогласные заявления. Это прежде всего выявление проблемы, её чёткий анализ с привлечением экспертов. И уже после этого мы собираемся за круглым столом зачастую, или на каких-то форумах, совещаниях, для того, чтобы эту проблему действительно понять вместе с общественниками, отформатировать, создать какую-то дорожную карту, как выходить из той или иной ситуации. Ну, а зачастую где-то просто поправить чиновника, который либо оступился, промахнулся, или не уделил должного внимания той или иной ситуации. То есть общественная палата каждый день занимается таким хорошим, правильным лоббизмом жителей района в кабинетах чиновников. И нам такое взаимодействие крайне необходимо. Но это прежде всего продиктовано временем, это большое подспорье в нашей работе, и это постоянный тонус для любого чиновника, любого ранга. Что касается переформатирования, то есть у меня нет вопросов и претензий к палате, которая работала у нас. Как я уже говорил, конструктивный совершенно диалог, а не какая-то фикция. Мы этой работой точно для галочки не занимались. Я уверен, общественная палата также. У нас общественная палата была постоянно в лидирующих строчках, и первое место долгое время занимало, и второе, и так далее, и так далее. Она была в активной форме, с хорошим конструктивным подходом к проблемам и к нашему взаимодействию. Сейчас идет плановая перезагрузка общественной палаты. Не вижу ничего здесь плохого. Наоборот, хорошо, новые лица. Те, кто проявляют свою активность, изъявляют желание, могут подать заявление. Я хочу, кстати, обратиться ко всем активным жителям района, у кого такая мощная гражданская позиция. Завтра последний день подачи заявок. Прошу все, кто хотел, желает, или вдруг появилась эта идея после сегодняшнего эфира, не упустить эту возможность и завтра подать заявление. На сегодняшний день уже мы видим 136, по-моему, заявок от кандидатов, которые бьются за попадание в состав общественной палаты. Общая квота у нас 45 человек. Путем простой арифметики это три кандидата на одно место. Считаю, что это очень хороший показатель. Мы уверенно держим планку одного из самых активных с точки зрения гражданской позиции районов Подмосковья. Об этом говорят результаты ежегодной премии нашей Подмосковья. Об этом говорит количество заявок на участие в конкурсе в общественную палату. Считаю, что мы здесь и прозрачно, и активно, и умеем взаимодействовать с общественниками. Андрей Робертович, мне говорят, что позвонило большое количество телезрителей и просят поправить ту информацию, которая была перед блоком телеанонсов. Конечно, перед тем, как мы ушли на телеанонсы, речь шла о высоких жаворонках. Просто произошла оговорка в нашей с вами беседе. И в чем оговорка? Вальдомироль СУ-22. Компания СУ-22 выйдет на объект высоких жаворонок. Об этом мы говорили нашим жителям на встрече, когда привозили вместе с министром строительного комплекса Пахомовым Сергеем Александровичем, показывали руководителя компании СУ-22. Что касается объекта «Изумрудная долина», то здесь мы активно занимаемся поиском инвестора, поиском компании строительной, скорее всего, которая могла бы этот проект подхватить. Буквально сегодня проводили очередную встречу с теми структурами, которые помогают нам выйти из кризиса по проекту «Гусарская баллада». Ну что ж, я думаю, телезрители удовлетворены, что поправка... СУ-22, да, если я оговорился, прошу меня за это простить. СУ-22 на объекте высокие жаворонки. Ну и возвращаясь к разговору о общественной палате, возникает, может быть, вопрос достаточно резонный. Во-первых, какие ожидания у вас от нового созыва? Ждете ли вы каких-то прорывов, каких-то откровений от новых общественников? Ведь, в принципе, если достаточно хорошо работал прежний состав, может быть, и таких кардинальных обновлений и не надо было, все-таки люди два с лишним года работали, разбились по определенным направлениям, да, каждый свое направление уже хорошо знал. Может быть, и нет необходимости так сильно обновлять состав, и вообще, в принципе, старые кости борозды не портят. Смотрите, во-первых, это общефедеральный тренд. Мы здесь четко в формате тех перемен, которые проходят на федеральном уровне, на уровне Подмосковья в целом. Не исключено, что те, кто работают в этом созыве, попадут и в следующий. Мы же пока не знаем, что за состав появится общественная палата. Для нас точно это загадка. Мы уже, я буду встречаться уже с теми, кто пройдет конкурсный отбор и станет членом общественной палаты. Что касается обновления, то в наше время так все стремительно меняется, и к обновлениям мы должны уже спокойно относиться. Мы для себя ставим высокие планки. Также на первой встрече с новым составом общественной палаты я поставлю высокую планку по диалогу и взаимодействию и для нового состава. Мы не стоим на месте, все меняемся, все тянемся к совершенству, к лучшему. И в общественной палате есть, конечно, куда стремиться. И по оперативности реакции, так скажем, на проблемы, на те жалобы, которые поступают от жителей. Можно увеличить количество и профессиональный уровень экспертного состава. Можно больше проводить каких-то общественных акций, мероприятий, хотя наша палата довольно активно этим занимается. Но, тем не менее, во всем нет предела совершенства. Мы можем каждый раз, исходя из опыта предыдущего года или предыдущего состава, докручивать требования, докручивать критерии, параметры, повышать планку. Уверен, что нам это удастся, и мы договоримся сразу на старте, что все и должно быть с позитивной динамикой, только улучшаться. Ну и, конечно, занимать лидирующие позиции. Первое место для нас это тоже принципиально важно. Мы даже в общественной жизни хотим быть первыми. Продолжаем наш разговор. Хотелось бы перейти к теме экологии. 2017 год – это год экологии. Ну и понятно, что муниципалитет не может остаться в стороне от этой темы. Что в муниципалитете делается, что запланировано, какие мероприятия, какие события, касающиеся именно экологической тематики. И как можно в них принять участие, что нужно сделать для того, чтобы стать полноправным участником этого процесса экологического наслаждения. Да, действительно, этот год экологии. И мы получили здесь такой подарок, тоже, скажем, федерального масштаба. Недавно мы узнали, что будет построен эко-переход для животных. Такая эстакада над ЦКАДом в районе деревни Кобяково. Это произойдет в следующем году. Но строительство, естественно, уже идет и самого ЦКАДа, и переход. Что такое эко-переход? Это эстакады шириной 52 метра с почвенным покровом, с зелеными насаждениями, с экранами для того, чтобы ограничить шум. И он не пугал наших животных, обитающих в наших лесах. То есть животные спокойно смогут перемещаться через вот такие большие транспортные сооружения, которые отсекают, безусловно, лесной массив и те территории, в которых животные раньше обитали. Хочу сказать, что в Одинцовском районе это будет второй прецедент в России. Первый был открыт в прошлом году в Калужской губернии. Он эффективно работает. Насколько я знаю, ученые отслеживают количество мигрирующих животных. И оно действительно большое. Это работает. Поэтому в год экологии вот такой подарок для нашей территории мы тоже получили. Что касается акций, мероприятий, то большое количество, безусловно, проходит и фестивалей, и во всех учебных заведениях, и уроки экологии, и лекции. И выезжают дети, активисты в наши парки, скверы. Там соприкасаются с природой. Как только позволит погода, мы большое количество активностей, привязанных к экологии, будем проводить в этих парковых зонах. Вот, например, 22 апреля у нас в парке спорта и отдыха в Одинцово будет проходить такая вот интерактивная программа, лекция, семинар, который будет вести сама Лариса Евгеньевна Лазутина. Экология, вот как раз в парках, в спорте, какой-то мировой опыт, то, с чем Лариса Евгеньевна сталкивалась, когда бывала на соревнованиях в Европе, в мире. Очень будет интересная программа, всех также приглашаю. Большое количество этих мероприятий мы в ближайшее время разместим все под отдельным баннером на нашем сайте. Можно будет участвовать каждому желающему в этой, так скажем, тематической программе, связанной с экологией. У нас 19 числа будет большая встреча по вторичному мусору, отходам, по применению, вторичной переработке. Это тоже интересно. Вся Европа и мир уже занимаются активно этой переработкой. Мы пока еще отстаем, но тем не менее для управляющих компаний, для ресурсников такой форум-семинар мы проведем. В этой связи я бы хотел обратиться ко всем нашим жителям, ко всем, кто меня смотрит. Мы в Год экологии совместно с правительством Подмосковья проводим большие субботники 8 апреля и 22 апреля. Всех хочу пригласить участвовать в этих субботниках, куда выйдут и чиновники администрации, и наши социальные службы. Да и просто все жители, которые имеют такую активную нервонадушную позицию по отношению к нашему району. Давайте вместе с вами сделаем свой такой позитивный вклад в чистоту и наведение порядка на территории района. Чтобы каждый, кто желает, вышел просто из своего подъезда на улицу и банально навел порядок в своем дворе, убрал мусор вместе с коммунальными службами и с чиновниками всех администраций. Каждый из вас, безусловно, может отреагировать следующим образом, что это обязанность коммунальных служб, за это мы платим налоги, деньги. Да, это так. Коммунальные службы должны убираться. Но когда подходят погодные условия, когда наступает весна и тает снег, то весь тот мусор, который мы вместе с вами выбрасывали в эти сугробы, он теперь появился на земле. Его огромное количество. Если мы с вами проявим такую инициативу, вместе выйдем с хорошим настроением, позитивом, на свежий воздух, возьмем в определенных точках, где раздают инвентарь корабли, лопаты, перчатки и проведем полтора-два часа на свежем воздухе, приведем свой дом и свою территорию в порядок, от этого точно никому плохо не будет. И это будет серьезный вклад в год экологии, в чистоту и наведение порядка нашего района. Я вас призываю вместе с нами поучаствовать 8 и 22 апреля в этих субботниках. Как обычно, команду администрации в бой поведете лично вы? Да, конечно. Всегда команда администрации ведет в бой глава. Я буду участвовать и 8 и 22. Второе, мы в эту пятницу вместе с чиновниками планируем провести подготовку. Первый такой мини-субботник уберемся вокруг здания администрации, вокруг наших школ. И таким личным примером постараемся заразить всех неравнодушных людей района, также последовать за нами и помочь коммунальщикам убрать территорию в своем доме. То есть на сайте администрации можно будет найти информацию именно по точкам? Да, на сайте администрации мы обязательно вывесим всю информацию, в каких участках будут проводиться массовые акции и 8 числа, и 22. Все эти точки мы в основном возьмем из портала Добродел по тем жалобам, которые сами же жители отправляют. И вот те кучи мусора, которые проявились в скверах, парках, в лесу, в дворовых территориях, до которых еще не дошли руки у коммунальных служб, мы вместе с жителями такой простой работой, обыкновенным инвентарем без тяжелой техники просто уберем. Инвентарь, перчатки, лопаты, грабли также можно будет централизованно взять в точках выдачи инвентаря. Мы всех постараемся обеспечить максимальным охватом. Там, где инвентарь будет выдаваться, эту информацию мы тоже разместим на сайте администрации Ницовского района. На всех наших информационных стендах, которые стоят во дворах, подъездах, в социальных сетях, на моей страничке в Инстаграме, будет максимальный охват аудитории и максимальное освещение вот таких позитивных акций, которые мы проводим, в том числе в Год экологии. Ну что ж, Андрей Робертович, благодарю вас за эфир и прошу, как обычно, в нескольких словах подвести его итоги, какие вопросы прозвучали, какие больше всего, скажем так, вас как главу зацепили, а может быть, какие вопросы, к вашему удивлению, не прозвучали, но вы знаете о том, что они существуют. Я уверен, что есть и такие. Не все мы смогли вывести в студию, понятно, что формат такой. Да, спасибо, Петр. У нас, как всегда, все вопросы, которые вы озвучиваете, или мы слышим по телефонным звонкам и видеообращениям, они все, что называется, назлободнее. Это все актуальные вопросы, по которым, конечно же, жалобы приходят и нам непосредственно в администрацию. Мы всеми этими проблемами занимаемся. То, что не попало сегодня в прямой эфир, все, как обычно, мы зафиксируем. Также потом будем отчитываться об исполнении и о решении каких-то проблемных точек, задач в нашей Одинцовской неделе на сайте. Также, я думаю, что мы начнем с этого, наш следующий прямой эфир. Традиционно отчитаемся о том, что сделано по итогам сегодняшнего нашего эфира. Что касается непрозвучавших, но болезненных вопросов, я их так или иначе коснулся в ходе обсуждения. Это, конечно, проблемные вопросы, связанные с дорогами, с ремонтом, с ямами. И не только в Трегорке, Немчиновке, но и в целом по территории района. Из-за погодных условий в этом году, как никогда, мы набрали вот такую негативную массу проблем, связанных с дорогами. Мы постараемся в ближайшее время, в летний сезон, не как в прошлом году, осенью, а именно летний сезон, максимально отремонтировать наши дороги и эту проблему снять с повестки. Что касается обманутых дольщиков, проблемных активов, конечно, я уверен, что там уже раскаленный багрового цвета телефон. И от дольщиков высоких жаворнок, и от изумрудной долины, и с лесного городка. Но эту тему я озвучу. По многим уже есть серьезные продвижки. Пока буксуем еще по изумрудной долине, но тоже, уверен, с поддержкой правоохранительного блока мы выйдем на конструктивный диалог и с Сергеем Ивановичем Самохиным. И подберем достойного инвестора, который мог бы взвалить на себя этот проблемный объект. И с нашей помощью, поддержкой достроить и решить проблемы обманутых. Уже к сегодняшнему дню порядка 700 дольщиков обманутые. И достроить социальную инфраструктуру, которую в свое время должен был построить Самохин. Вот эти темы, мы каждый день с ними сталкиваемся, постоянно контактируем с инициативными группами, получаем жалобы и в социальных сетях, и на электронную почту. Вопросы по школам, по детским садам, по очередям, они также в повестке. Всем занимаемся, планируем строить. В этом году три детских сада введем в эксплуатацию, запустим детишек, задумываемся о больших стройках по школам и в Вершовском поселении, в горках вторых, в горках десятых. Мечтаем и активно продвигаем проект пристройки к 14-й гимназии, для того, чтобы разгрузить одну из самых проблемных точек по второй смене. Это город Одинцово. Встречаемся регулярно с министром образования Подмосковья, пытаемся пробиться в госпрограмму, встать на софинансирование, потому что собственных денежных средств не хватит у нас на такие масштабные стройки. Довольно конструктивно взаимодействуем с министерством образования. Об этом я отчитываюсь на своей страничке в Инстаграме. Я думаю, что многие эти отчеты видят, но многие еще и комментируют, конечно, о негативных комментах. Я сегодня тоже говорил, у нас традиционно во всем виновата местная власть. Я с пониманием к этому негативу отношусь. Для меня это, на самом деле, ежедневная работа. Уже фоном, наверное, таким и стал. Да, я этой работой занимаюсь и стараюсь ее делать хорошо. Ну что ж, у вас будет напряженный месяц, судя по всему, очередной напряженный месяц апреля. Ну и надеюсь, что в конце апреля опять же мы в этой студии встретимся. Ну что ж, уважаемые телезрители, программа «Главная тема» прощается с вами. Действительно, через месяц мы вновь будем ждать в этой студии Андрея Робертовича. Звоните, задавайте любые интересующие вас вопросы и делитесь информацией об исполнении поручений главы района, которые даются по вашим обращениям. Всего доброго.